В России детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 50 тысяч до полумиллиона. По закону деньги для приобретения жилья выделяются из муниципального бюджета. Ведь каждый, выпускаясь из детдома, по закону достигнув совершеннолетия, должен куда-то вернуться. В ряде случаев это дом, откуда сироту и забирали, однако иногда это не представляется возможным. И не всегда дети, оставшиеся без попечения родителей, могут получить положенное им жилье вовремя. И зачастую, чтобы переехать в свое жилье, молодым людям приходится искать помощи у надзорных органов. Так, по данным областной прокуратуры Тверской области, ежегодно в ведомство обращается несколько десятков человек. В любом случае, нужно защищать имущественные права ребенка, который находится под опекой, не только государственным органам, но и лицам, которые его под эту опеку приняли. Если они знают, что за их подопечным закреплена какая-то жилая площадь, они обязаны по закону отслеживать его состояние этого жилья. Если оно приходит в непригодное для проживания состояние, когда уже ребенок взрослый, и опека прекращает свое действие, или он заканчивает, является выпускником учреждения соцзащиты, а ему в данный момент некуда идти, потому что в его доме, который был закреплен, нет крыши, окон, невозможно там проживать, это уже экстренная ситуация, чрезвычайная для самого непосредственно ребенка.